Приветствую, девочки и мальчики! Гафира Абрамовна в Телефирах. Вот. Нормальные все люди закупаются медом. К осени. Ну и ненормальные закупаются. И Михалыч у меня молодец. Нашел мед с доставкой на дом. А то я думала поехать на ярмарку. И на ярмарку, как моя еще бабушка говорила по всовской линии. Поехать в магазин специальный. Потом думаю, я же ничего особо не понимаю. Вдруг нае. Вдруг что вот скажут. Извините. Подвиньтесь. Не продадим вам. Михалыч заказал. Через три дня, да? Привезли. И его группа ВКонтакте у них, ребята, видимо, молодые, держат пасеку с родителями недалеко от Самары. Разные-разные у них виды. Но мы вот с Михалычем... Нет, по-моему, два всего вида. Нет, у них на картинке там показана красота всякая. Не, ну, у них там перга еще. Ну, там вся... Мед соток. Соты, крышечки и так далее. Мы уже его вскрыли. Уже тут начали. Мы три таких банки... Пасека Терентьевых. Четыре с половиной килограмма у нас вышло в тысяча триста рублей. Ну, вот мы очень любим дома гречишный. Смотрите, какой красивый. Ой... А пахнет, я вам передать не могу. Ну, разные цвета бывают. Это не чисто. Видимо, гречишный. Ну, это смешанный, наверное, с цветочным. С чем-то, да. Но очень ярко выраженный вкус гречихи. Да, есть. Вот именно та самая горчинка, которая должна присутствовать. То есть, если брать... Там, я, допустим, когда брал на... Алтае, он был немного темнее. Ну, сейчас тепля поддалял. А здесь, я думаю, где-то пчелы именно на гречихе были, а где-то в другом месте. Он такой смешанный получается. Мы принесли маленькую бабочку цветочную. У нас тетя Соня ее уже всосала. Говорит, вот еще брать надо такое. Прям настоящий. Цветочный? Очень понравился. Не, не, я такой не люблю вообще. Ну, вот тетя Соня говорит, очень. По мне так он пустой. Душевный. И пахнет, говорит, хорошо. Так, дайте не лезьте волосами. Да не лезу, пахнет волосами. Я уже убрала, господи. На волосы постригусь. Мед вообще полезно. Сами понимаете, есть этот источник витаминов. Полиэлемент, микроэлемент. Который не уйдете ни в одной банке искусственной. Включая всякую иммуномодулирующую штуку, которую вам иммунитет будет поднимать. То есть надо, мед и надо есть. Не зря наши предки ели его бочками и пили. В том же сахара не было. По мне так это вкуснее, чем сахар. Как это по меду вкуснее. И полезнее. В горячем виде тут приобретают особые, раскрываются ароматы, эфирные масла. Это если еще поесть дикого меда. Вот не ел никуда. Тут еще вкуснее. Но это бортники. Есть такие, которые собирают дикий мед. Я никогда не ел, не пробовал. Он очень вкусный. В чем его это? Особенность то? Душистый? Духаристый? Вкус другой. Его там же никто уже не подкармливает. Точно. Здесь то они их все равно подкармливают. Чем-то да подкармливают. Возможно и сахарком подкармливают. Не весть тянется. Не падает. Чем-то. Сразу. Это считаю в тепле стоит дома жарища. А бортники это вот дикие пчелы, дикие осы. Лазят. Это считай тогда. Винни-пух то бортником был, когда полез. Ну медведи слепа. Неправильные пчелы и неправильный мёс. В сущности свои бортники. Они же разоряют. Так что заказывайте кому надо. Ссылочки в описании. Ну это кто из Самары только. Кто из Самары. Видите. Хорошо что надо. Я снял уже. Самое то. Отлично. Душевно так хорошо. Вот так на ночь. Чайку с мёдиком и баньки. Красота. Всем пока. Глафера Убрана плохого не посоветовала. А я пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...